Девушки отдыхают Да, конечно. У нас обстановка есть. Уже готовы все к ремонту? Да, завод есть. Буквально месяц назад мы стояли на этом же перекрестке и рассказывали, что асфальт здесь уложили всего год назад, то есть прошлый дорожный ремонт, а сейчас перекладывают по новой по гарантии. Работы ведутся на участках улицы Гусарова от Петра Славцова до улицы Сотная и на улице Елены Стасовой от Петра Славцова до Мирошниченко. Выполняется замена асфальтобетонного покрытия. Работы должны быть завершены в мае. Пока ямы залатали так называемой технологией литого асфальта, очень много заплаток на дороге, видимо сделали это хоть для какой-то безопасности дорожного движения, но ждем полноценного ремонта, фиксируем 3 мая, работы на старте, посмотрим когда закончат, а главное как сделают. А пока двигаемся дальше. Мы тем временем перемещаемся на улицу Куйбышева и здесь вовсе не соревнования по ориентированию, а вполне себе серьезная коммунальная авария. Вот этот флажочек как раз говорит о том, что скорее всего коммунальщики здесь были, но судя по всему ничем не помогли. Большая лужа, уже потопы, причем местные говорят, что он здесь уже в неделе полторы-две, а может быть и больше. Видите, если это не устранится, промоет и здесь машина проварится, какие будут последствия? А не было здесь этой ямы? Конечно нет, это промыло, все промыло. Я вот так очерчу, здесь уже внушительная яма, разрушился асфальт. В Краскоме нам пояснили, прорвалось сети, которые ведут к частным домам и сейчас ищут собственника, которому, видимо, и придется их ремонтировать. Но, если честно, кажется, что асфальт здесь провалится раньше. Тут, видимо, до первого случая. И завершаем дежурную группу на площади Мира. На три дня эта площадка стала местом для книжного фестиваля на Енисеи. Вообще здесь планируются встречи с писателями. Вот, например, такая вам наводка на выходные. Но можно еще и прикупить книгу. Пойдемте посмотрим, что предлагают. Мы московское издательство «Карьера Пресс». Мы переводим на русский язык книги иностранных авторов лучше, что есть, чтобы у наших читателей тоже был доступ к каким-то таким сокровищам мировой литературы. Откуда вы и что у вас здесь представлено? Значит, если коротко, мы из Крыма, из Симферополя. Тематика изданий – крымское краеведение. В основном узкая специализация по регионам, по темам. Ну вот, например, путеводители Воронцовских дворец, например, Романовы и Крым. Я вот на что обратила внимание. Дорогие соседи из Новосибирска, у вас здесь еще игра некоторая есть. Что здесь упрятано? Это тоже про краеведение? Нет, это книжечки самых разных планов. Здесь и приключения, и документальная опроза, и поэзия. Вот, то есть интрига в том, что делаются такие подсказки, по которым можно, значит, выбирать. Так, а я так хочу методом тыка выбрать. Пусть будет Антон Павлович Чехов, был большой озорник. Ну что ж, я ухожу с такой миниатюрной книжечкой Бориса Штерна. Уверена, что и вы сможете найти что-то интересное для себя и унести отсюда. Ну, а главное, вы можете приносить нам свои новости на Вайбер или Ватсап по телефону. Плюс семь, триста девяносто один, двести два, двадцать два, двадцать два. Для вас сегодня работали Софья Толстопятова, Никита Сегай, дежурная группа новостей Прима.